Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Дача Без Проблем. Незабвенный Булата Куджава когда-то написал великолепные стихи, которые я позволю себе вам прочитать. Я для вас, мой друг, смешаю в самый редкостный букет пять различных видов чая по рецептам прежних лет. Кипятком крутым, бодрящим эту смесь залью для вас, чтоб былое с настоящим не сливалось хоть сейчас. Настояться дам немного, осторожно процежу и серебряную ложку рядом с чашкой положу. И сегодня мы с вами будем говорить о чае, но не просто о чае, а именно о чае, которым славится наша Россия. Иван-чай, Копорский чай его еще называют, Кипрей, потому что торговать этим чаем начали люди, которые жили в Вологодской и ныне Ленинградской областях. Копорий есть до сих пор деревня, которая стала родиной этого Иван-чая или Кипрея. У нас в Воронеже тоже растет Иван-чай, и моя любовь к Иван-чаю началась с 2011 года. Многие помнят 2010 год, лесные пожары. Пепелищем стали многие леса, просеки и поляны. Но природа позаботилась о том, чтобы все пепелища зарастали. И первыми на пепелищах стал расти Иван-чай. И в 2011 году у нас в Воронеже очень массово появился Иван-чай. И моя любовь к этому напитку началась в 2011 году. Середина июня у нас в Воронеже расцветает Иван-чай. И мы начинаем его заготавливать. У нас за этим занимается вся семья. А сегодня мы вам покажем ферментированный Иван-чай. Вот он в этом блюдечке представлен. Он такого черного цвета. Он у меня цельно листовой. Листики скручивались целыми. Ферментировать это значит сбраживать зелень Иван-чая. Вот листики отдельные. Видите, они такие целые. А цветочки, вот эти самые пахучие фиолетовые цветочки, они сушились обычно способом в темном месте. Для людей солидного возраста, да и для молодежи ныне, стала проблема выспаться. Работа с утра до вечера, а то и ночами. Сон, напряжение и не спится. Хочешь целый день спать, а вот ложись, и сон как рукой сняло. И вот в этом случае обязательно поможет Иван-чай, кипрей. Именно ферментированный. Я никогда не использовала чай просто сухой кипрей. Я его ферментирую. Вот выпьешь чашку чая на ночь. Можно смело засыпать. Засыпаешь, сон нормальный. И организм при помощи Иван-чая под действием впадает как бы в анабиоз. Ты нормально спишь всю ночь, утром просыпаешься совершенно со свежей головой. Никаких глупых мыслей нет в голове, ненужных. И идешь на работу. Таков Иван-чай. А уж сколько там полезных элементов, именно ферментированном Иван-чае. Ну, перечислять, наверное, не хватит никаких видео. Это надо просто попробовать. А цвет у него красивый. А аромат у него необыкновенный. Пахнет летом. Но было бы скучно заваривать и пить Иван-чай. Здесь, на этом столе, мы вам представили высушенные растения, которые растут у меня на дачном участке. И которые я использую для изготовления чайных сборов. Это клевер. Его называют клевер луговой. Именно розовый клевер надо собирать и сушить. Говорят, что он в старости помогает не сойти с ума и не впасть в деменцию. А дальше очень ароматными являются жасмин. И именно не раскрывшийся цветок, а бутоны жасмина. У меня огромный куст жасмина. И я всегда срываю бутоны и их высушиваю. Добавляю в чай. Продается чай жасмина, черный, зеленый. Но это совершенно не то. Вот когда ты свой высушишь. Жалко, что камера не передает весь аромат жасмина. Но это действительно того стоит. У нас в Воронеже в средней полосе, в Черноземье, очень хорошо растет лаванда. Но лаванда есть два вида. Английская и французская. Французская тяжелее. А вот английская лаванда великолепно себя чувствует. Это многолетник. И в период, когда еще цветочки не распустились на лаванде, вот срываются вот такие веточки. Они также высушиваются. Необыкновенный аромат. Лаванду можно использовать не только для чая. Она у меня, например, и в шкафах, чтобы не было моли. Но в данном случае мы используем для заваривания чая. Не у многих, но сейчас входит в моду такое декоративное растение, как перовские лебедолистные. Ее еще называют русский шалфей. Это такой высокий куст. Он чем-то похож на лаванду. Единственное, что у него листики, как у лебеды, тоже очень пахучий. Он цветет с июня и до самых заморозков. Можно его сушить и использовать в чае. И листики можно использовать, и цветочки. Но и одним из любимых компонентов для чайных зимних сборов являются лепестки розы. У меня плетистая роза Compassion. Мало того, что она необыкновенно красивая, она и необыкновенно ароматная. Но опять же, вы, наверное, знаете, что лучше использовать лепестки для засушивания в полураскрывшемся бутоне. Вот тогда они особый аромат имеют. И вот хорошо высушивается. Пахнет необыкновенно. Итак, как говорят врачи, что все должно быть в меру, и что рекомендуют советоваться с врачами. Но вы знаете, не так уж много мы пьем чая. Поэтому я делаю чайные сборы, ну вот как мне захотелось. Вот из вышеперечисленных я могу что-то смешать, как мне хочется, или все вместе понемножечку. Можно не только в чайник заваривать, можно все это в термос залить на ночь, и утром вы будете иметь прекрасный чай. В этом чайнике красивом у меня заварен Иван-чай. Хотя была так у Джавы и говорил, что кипятком крутым надо заваривать. Но не надо заваривать крутым кипятком. Это для рифмы у него. Скипели, минуточку постоял пару, и завариваем, заливаем. Сначала половину чайника, через 5 минут доливаем до конца. И через 15 минут, именно через 15 минут, Иван-чай отдал воду в заварочную, все то, что мы хотим от него видеть. У Иван-чая при заваривании и по происшествии 15 минут мы получаем необыкновенный красоты цвет. Это янтарь. Янтарь от светлого до темного, смотря сколько вы Иван-чая положили в заварочный чайник. Посмотрите, это действительно янтарь. А какой аромат отсюда идет? Ну, это непередаваемо. Это надо просто попробовать. Сюжет про чай. Ну, вот сегодня тянет на стихи. Я хочу также закончить стихами. Это Михаил Исаковский. Сядем рядом, выпьем чаю. Как без чая, не пойму. Выпьешь чай, станет легче, даже сердцу и уму. И пойдет беседа лица за разбуженным столом. Наши лица, наши души тронет молодость крылом. А сейчас мы будем пить прекрасный Иван-чай. Здоровья вам крепкого, не болейте и пейте Иван-чай. И делайте свои чайные сборы. О, это нечто. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.